Кастета седьмая Кастета в степени число колебаний доходит до 32768 в секунду. Это предел звуков доступных обыкновенному человеческому уху. Хотя конечно некоторые животные способны слышать и более высокие звуки. Учисляя число колебаний мы получим в 35 степени 34 359 738 368 в секунду, что соответствует электрическим лучам, совершающимся не в грубой среде, подобно нашему воздуху, а в тончайшем эфире. Следующая область между 35 и 45 степенями, заключающая от 34 миллиардов 359 миллионов до 35 миллионов 184 миллиардов колебаний в секунду в круглых числах. Нам неизвестно. Хотя действие подобных вибраций не может оставаться без влияния. Область тепла, света и химических лучей заключается между 45 и 51 степенями. Те 155 миллионов колебаний, которые соответствуют 51 степени, выражаются в самых ранних из известных нам ультрафиолетовых лучей спектра. Собственно же, свет, то есть колебания, воспринимаемые глазом, заключаются между 450 биллионами красный и 750 биллионами фиолетовый. Далее следует опять неизвестная область, часть которой заключающаяся между 58 и 61 степенями, выражающаяся в непостижимых цифрах. 288, 220, 376, 151, 711, 744 и 2, 305, 763, 009, 213, 693, 952 колебаний. Надо полагать, относится не к х-лучам рентгена, что существует еще более быстрое колебание. Это может заключать даже на основании изучения свойств тех же х-лучей. Итак, стало быть, в представленном ряду мы видим две огромных неизвестных области, относительно роли которых в мировом хозяйстве мы должны признать полное свое невежество. Можно, мне кажется, предположить, что возрастание скорости колебаний параллельно возрастанию их значения. Несомненно, что очень большая скорость отнимает у лучей много свойств, кажущихся несовместимыми с их ролью мозговых волн. Лучи соседние 62 степени не преломляются, не отражаются и не поляризуются. Они проходят через так называемые тела непрозрачные, и чем быстрее колебания, тем меньше преград для лучей. Не требуется слишком большого напряжения научного воображения, чтобы понять, что преграды, задерживающие лучи 61 степени, перестают влиять на лучи между 62 и 63 степенями. Мне кажется, что подобными лучами возможна передача мысли. С некоторыми допущениями мы найдем здесь ключ ко многим тайнам психологии. Допустим, что эти лучи или другие еще большей скорости могут пронимокать в мозг и действовать на некоторый нервный центр. Вообразим, что мозг содержит центр, действуясь этими лучами, как голосовые струны с звуковыми колебаниями. В обоих случаях повелевает рассудок. И посылает их со скоростью света произвести впечатление на воспринимающий центр другого мозга. Таким образом, некоторые явления телепатии и передачи мыслей через большие пространства, по-видимому, входят в область научных законов. И мы можем ими пользоваться. Сенситивом, чувствительным объектом, был бы индивидуум, владеющий более развитым телепатическим узлом, отсылающим или воспринимающим, и вследствие постоянной практики, сделавшейся более чувствительным к этим волнам огромной скорости. Ссылка. Изложенную здесь грубофизиологическую теорию передачи мыслей составитель этой книги ни в каком случае не разделяет. Так как он почти всю область таинственных явлений относит к деятельности души, как самостоятельной, независимой от тела духовной сущности. Здесь же приведена означенная теория для того, чтобы показать, что и неверующие не отвергают всех явлений телепатии, хотя дают им физиологическое объяснение. Смотри журнал журналов и энциклопедическое обозрение 1898 год, номер шестой. Приложение. Значение гипнотизма. Гипнотизм учит нас, что внушениям могут быть произведены органические изменения, что им, с одной стороны, могут быть устранены болезненные состояния, а с другой могут быть подготовлены разные органические процессы. При помощи внушений мы можем управлять физиологическими нашими функциями, совершающимися в нас, для нас, бессознательно, независимо от нашего произвола, например, кровообращением, выделением и прочее. Уже и сказанного ястоит, что на гипнотическое внушение отнюдь нельзя смотреть, как на какого-то чудодейственного, проникающего при помощи магической формулы, в организм пациента, врача. Действие этого внушения объясняется просто-напросто действием сильнейшей воли внушителя на слабейшую волю пациента, чем первый и пользуется, погружая последнюю в гипнотический сон, в состояние психической зависимости. Отсюда возможность даже преступных внушений. Таким образом, действие внушения объясняется тем, что оно превращается в самовнушение, которому, собственно говоря, и принадлежит активная роль. Внушение дает власть представлению пациента над его органической его жизнью, что и служит доказательством господства духа над телом, и вместе с тем опровержением материализма, смотрящего на дух как на простую функцию тела, и видящего, значит, действительность в совершенно превратном виде. Из факта, что путем самовнушения могут быть производимы у загипнотизированных лиц органические изменения, вытекает первым делом логическая возможность того, что и у нормальных людей органические функции сопровождаются и управляются несознаваемыми трансцендентальным их представлением. Ввиду незакончивости и неполноты в изучении фактов гипнотизма, выводы из них, разумеется, могут иметь характер лишь относительный. Но с этими фактами и сделаемыми из них выводами все-таки приходится считать все богослову и философу, раз эти выводы неблагоприятные для религии делаются. Впрочем, гипнотизм имеет не одно только отрицательное, но и положительное значение, по крайней мере, для философии, спиритуалистической. Из фактов гипнотизма могут быть сделаны правильные выводы в пользу различных положений философии. Во всяком случае, знакомство с ними в настоящее время обязательное для богословов и философов. Начнем с отношения гипнотизма к философии. В состоянии гипноза развиваются те загадочные психические явления, которые в отдельности мы рассматривали по поводу телепатии и вещих снов, то есть явления ясновидения, как чтение мыслей, двойное зрение, способность видеть закрытыми глазами сквозь непроницаемые тела и получать зрительные ощущения от предметов путем осязания, то есть видеть их носом, подбородком и тому подобное, через их прикладывание к этим членам. Явление, обыкновенно называемое перенесением чувств. Далее. Прозрение в своем и чужом организме. Точное восприятие самомалейших в состоянии организма, его отправлении. И отсюда способность к самодиагнозу и самоврачеванию, а также безошибочное определение чужих болезней, умственное внушение. Например, заочное гимнатизирование субъекта на больших расстояниях и другого рода различные воздействия на него одним усилием воли и воли без внешних посредств. Наконец, предсказание будущего, чтобы не говорить еще о других некоторых загадочных явлениях. К категории ясновидения следует отнести, например, и так называемую глассолалию, дар новых языков и их понимания. Все этого рода факты служат положительным подспорьем спиритуализма и решительно разрушают материалистическую психологию. Их значение и цена обуславливаются особенно тем, что здесь представляются самые наглядные и всем доступные и столь же убедительные доказательства истинности спиритуализма и лжи материализма. В самом деле, достаточно только констатировать факт, вроде того, что загимнотизированный видит без глаз, слышит без ушей и тому подобное, то есть воспринимает без посредства органов и внешних чувств, чтобы не спровергнуть материализм с его объяснением психического из материального, то есть молекулярных движений в нервах и мозгу, и заявлением, что эти последние причины ощущений есть очевидно в нас иной источник психических явлений, иной агент, независимый от материальных физиологических процессов в организме, то, что называется душою. Однако, чтобы воспользоваться этими фактами, спиритуалистическая психология должна прежде твердо обосновать их достоверность и доказать невозможность иного объяснения их, то есть теологического, католического, вернее, объяснения действиям злых духов и научного, психофизиологического, сводящего чудесные факты гипнотического ясновидения к простым фактам нормального течения психической жизни, многое выводится из действия внушения и самовнушения, гиперэстезия, неточности наблюдений, случайного совпадения и т.п. Задачу это, однако, выполнить нелегко, ввиду того, что изучение этих фактов далеко не закончено и подвигается вперед туго, вследствие укоренившихся против них предрассудков в ученой среде. Так многие исследователи, как Бернгейм, Бонни, Реньяр, неохотно занимаются ими и уклоняются от их объяснения. С другой стороны, выросли на почве такого отношения к чудесному в науке довольно значительные по объему литература с научным объяснением фактов и отрицанием метафизического их объяснения. С ней необходимо посчитаться спиритуализму. И в случае его успеха в этом, ему предстоит одержать полный триумф над материализмом. Такое же значение могут иметь для спиритуализма и так называемые отрицательные галлюцинации, то есть внушенная неспособность воспринимать те или иные предметы и лица, или даже части их, то есть видеть их, слышать и прочее. Так что они перестают существовать для загипнотизированного. Можно, например, внушить частичное исчезновение присутствующей особы. Так что субъект будет ее видеть и не будет слышать. И наоборот. Материалистическая психология выводит обыкновенное явление сознания из материи, для нее сознание из следствия, а материя причина. Профессор Козлов справедливо обращает внимание на то, что в гипнотизме бывает наоборот. Например, в случае отрицательных галлюцинаций гипнотизер внушает только одну, и при том совершенно ложную мысль, что нет предмета А, который до сего мгновения делал впечатление на гипнотизируемого, то есть посредством происходящих от него движений эфира и материи, производил перемены в положении атомов и молекул его мозга, перемены, соответствующие зрительным, слуховым, мускульным и прочим ощущениям, а также и представлениям от предмета А. После же внушения, которое есть только мысль, материальные причины, по-видимому, остаются, то есть предмета А, материальные, эфирными движениями по-прежнему действуют на мозг, но эффекты, следствия исчезают, ощущений уже нет, предмет не видим, не слышим и тому подобное. Происходит нечто чудесное, материя не действует, вся ее причинность обращается в ничто и обращается причиной силы, то есть силой мысли, или силой психической. Впрочем, спиритуализм вправе будет толковать в свою пользу отрицательные галлюцинации только тогда, когда докажет несостоятельность объяснений, даваемых им наукою, например, у Рише, Бене и Фире. Вообще гипнотизм, взятый в целом и в существе своем, служит сильным препятствием стремлению материализма сводить все тайные жизни к механическим, физическим и химическим законам. Им рельефно выдвигается господственное положение психического начала в организме, особенно посредством характерного явления гипноза – внушения. Внушением наглядно заявляется о власти души над телом и о большей зависимости последнего от первой, чем какая обычно принимается. Если действием одной мысли производятся параличи, контрактуры, стигматы и другие расстройства в организме, а равно эти же самые другие расстройства мгновенно устраняются, излечиваются тем же самым путем, если действием мысли ослабляется, прекращается, видоизменяется деятельность организма, то не значит ли это, что не в теле, а в основании или душе заключается самый источник жизни, оживляющий творческое начало в организме, что душа не только не есть следствие, но наоборот причина самого тела, и мы видим, что благодаря этому живому и наглядному напоминанию гипнотизма о правах души, ее преимуществах перед материи, все более и более начинает проникать теперь даже к медицину, спиритуалистическая идея о господственном значении души в организме, и уже приносит свои плоды в ней в так называемой психотерапии, разрабатываемой особенно в нансийской школе Льебо и Бернгеймом. Эта идея дала начало новому плодотворному методу в медицине, лечению болезней психическим влиянием или воздействием на организм, и начинает уже оказывать здесь свое благотворное действие на пользу страждущего человечества. Дает собой гипнотизму другие напоминания и полезные назидания общенаучного и философского характера, ценные, а особенно для упорных приверженцев самодовольного и узко ограниченного позитивизма. Позитивизм, кажется, навсегда хотел бы успокоиться в узких границах, отведенных им разуму, его познавательной деятельности, чтобы никогда и нигде не выступать за них. Но вот в гипнотизме он наталкивается даже в собственной своей области, в области явлений, подлежащих его ведению, на факты и явления иного порядка, напоминающие громко об ином мире иной области. И при том так, что позитивная наука здесь не может отделаться от них, обойти их, не рискуя оставить без исследования явления собственной своей области. Прекрасное напоминание, особенно в настоящее время, когда уже начинает сознаваться мыслью, тяжелый гнет, произвольно наложен на нее в позитивизме ограничения, столь несвойственного ее природе, ее вечному стремлению вперед, вширь и вглубь вещей, ее беспредельной любознательности. Прекрасный урок и напоминание вообще узкому ученому самодовольству, ограниченности и нетерпимости всегда необходимы. И не мы одни обращаем внимание на ту сторону дела, но и другие. Так на эти же самые мысли гипнотизм наводит почтеннейшего профессора Козлова и профессора Геллерова, причем последний извлекает их из самой истории гипнотизма, имеющая крупное значение для общей научной методологии. Не отвергать ничего и ничего не осмеивать без исследования, чтобы потом самому не подвергнуться осмеянию. Таков урок, извлекаемый из истории гипнотизма. Этим путем гипнотизм оказывает весьма важную и несомненную услугу разуму в его научно-философской деятельности. Можно и должно за всем рассмотреть столь же несомненную услугу его психологии, более или менее всеми также признаваемую, без различия партий и направлений. Гипнотизм, или точнее внушение, полагает, думает, начало новой истинной экспериментальной психологии, так как он, по выражению Бонни, является настоящим методом экспериментальной психологии. И этот метод, по его мнению, будет иметь то же значение для философа, какое вивисекция имеет для физиологии. А внушение позволяет производить психологические эксперименты, то есть произвольно воспроизводить и изолировать для изучения некоторых явлений, вещь, невозможная для одного наблюдения или самонаблюдения. Бонни думает, что при помощи гипнотизмических приемов можно производить настоящую вивисекцию души, наблюдать отправление душевного механизма и даже заставлять этот механизм действовать перед своими глазами, подобно тому, как физиолог наблюдает и заставляет действовать перед своими глазами телесный механизм. В наглядное пояснение такого значения гипнотизма в психологии Бонни производит следующий пример, показывающий, какое подспорье оно может представлять для изучения чувствований, страстей и характера. Я присутствовал при одном из самых интересных опытов подобного рода, произведенном моим товарищем, доктором Бернгеймом, над молодой и самнамбулой, служащей при госпитале. За один час мы заставили ее пройти через всевозможные душевные состояния, гордость, гнев, чувствительность, благожелательность, живость, ума, любовь, зависть и тому подобное. Мы заставили ее пройти всю гамму чувства и ума. Мы делали ее последовательно веселой, серьезной, легкомысленной, трудолюбивой, уболтливой, остроумной, набожной и тому подобное. И при каждом новом внушении возникала новая картина высокого психологического интереса. Одним словом, можно играть на человеческой душе, как играет на каком-нибудь инструменте. И как бы ни показалось странным это сравнение, его верность признают все, которые увидят подобные опыты. Важное значение гипнотизма для психологии признается всеми, в большей или меньшей мере. Даже врагами гипнотизма и учеными, далекими от того преувеличения, которое слышится в словах Бонни. Главное значение внушения, говорит, например, Форель, это психологическое и психофизиологическое. Он дает в руки психологу естественно научный психологический метод, которого ему до сих пор недоставало, и который позволяет ему произвольно видоизменять для изучения все свойства души, до их тончайших оттенков логики, этики, эстетики. Смотри книгу «Священник Светлов. Мистицизм конца девятнадцатого века», 1897 год. Неверие пользуется гипнотизмом как средством объяснить чудеса библейские и церковно-исторические. Но проверка иллюзий и галлюцинаций через фотографию, с одной стороны, с другой событий, совершавшиеся по указанию чудесных явлений, и, наконец, третье, ограниченные области исцеления гипнотизмом, только нервных болезней, дают возможность отличить чудо от гипнотического внушения. Применение гипнотизма к педиатрии и педагогике. Возможность пользоваться гипнотизмом в общей терапии навела на мысль испробовать его специальные применения к педиатрии и педагогии. Современное положение этого вопроса всего лучше видно из заключений, предложенных бириллиозным, на обсуждение первого международного гипнотического конгресса, собравшегося в 1889 году в Париже, и принятых ими единогласно. «Наши личные наблюдения, — говорит этот автор, согласные с наблюдениями Бернгема, Льебуа, Огюста Буазена, Ван Рентергема, Ван Ейдина, Ладама, Йонга, Ветерстранда, Моле, Геррера, нас уполномачивают формулировать следующие выводы. 1. Внушение, разумно употребляемое опытными и сведущими врачами, представляет собой терапевтический агент, допускающий часто полезные применения к педиатрии. 2. Болезни, в которых действие внушения на детей установлено строго проверенными фактами. 3. Ночное недержание мочи, 4. Ночное и дневное недержание испражнений, 5. Нервный тикт, 6. Картавость, 7. Ночной страх, 8. Ритмическое виттово пляска, 8. Ананизм, 9. Судороги век, 10. Конвульсивные припадки истерии, 11. Чисто функциональное расстройство нервной системы. 12. Внушение до сих пор не дало заметных результатов при пользовании идиотии, кретинизма, глухонемоты. 13. Внушение, рассматриваемое с педагогической точки зрения, 14. Служит прекрасным вспомогательным средством при воспитании порочных или выродившихся детей. 14. Применение внушения должно быть прибережено для тех случаев, 15. Когда педагоги признают свою полную немощь, 16. Оно в особенности пригодно для противодействия порочным инстинктам, 16. Привычке лгать, 16. Жестокости, привычке красть, 17. Застарелой лени, нечистоплотности, непослушанию, малодушию. 17. Один только врач может быть судьей того, 17. Насколько уместно применение внушения против тех умственных обнаружений, 18. Которые зависят от действительного патологического состояния, 18. По большей части наследственного. 19. И ни в каком случае нельзя советовать пользоваться внушением, 19. Если дитя способны к исправлению обычными воспитательными приемами. 20. Из всех этих выводов самый главный тот, 21. Что применение гипнотизма в педагогии – дело врача, а не педагога. 21. Примерами гипнотизмической педиатрии педагогики могут служить наблюдения у Льебо. 22. Подобные же наблюдения у Берегейма, Веттерстранда и других. 23. Более подробные указания по этому вопросу в статье Бериллиона, 23. Откуда нами заимствованы приведенные выше заключения. 24. Заслуживает также внимание наблюдения Льебо над отражением на детях идей, занимающих беременных. 25. Часть 3. Явление душевной жизни человека после его телесной смерти. 26. Глава 1. Кончина людей. 27. Таинственные предзнаменования кончины людей. 27. Мой отец рассказывает, господин Теплов, был крепкий старик, он умер 4 октября 1877 года, имея от рода 63 года. 28. За всю свою жизнь он почти что ничем не хворал. 29. Мой старший брат, занимавший дипломатический пост в Константинополе, совершенно случайно тогда приехал по делам службы в Петербург, 29. Хотя незадолго до того уже был здесь в отпуску, и никто из домашних не рассчитывал его так скоро увидеть снова. 29. Отец умер от апоплексии мозга. Он заболел 3 октября приблизительно в 6 часов утра, а 4 октября, промучившись весь день и всю ночь, скончался ровно в это же время. 30. Утомленный бессонной ночью, брат заснул в соседней комнате. 31. За несколько минут до 6 часов, повинуясь как бы какому-то внушению, он вскочил с дивана и бросился в комнату умирающего. 31. Благодаря этому обстоятельству он мог присутствовать при последнем вздохе отца. 32. Прошло несколько минут, мы с братом вышли в гостиную, чтобы переговорить о предстоящих похорнах. 33. Брат попросил узнать, который теперь час на кухонных часах, так как каминные часы в гостиной почему-то остановились и показывали только шесть, то есть остановились на моменте смерти отца. 34. Горничная ответила, что в кухне часы стоят на шести часах. 35. Это было тем удивительней, что часы эти были с гирями, которые в данное время едва спустились за половину запаса своих намотанных цепей и, следовательно, могли бы идти, не останавливаясь. 36. Тогда брат сказал, чтобы я взглянул на часы во второй гостиной. Я тотчас же отправился туда. Но находившиеся там старинные бронзовые часы показывали тоже шесть, и маятник их не двигался. 37. Надо заметить, что в первой гостиной часы были месячного завода, а во второй недельного. 38. Подобное совпадение нас заинтересовало, и мы сейчас же пересмотрели все часы, какие только были в нашей квартире, считая в том числе карманные. 39. Все они показывали тоже шесть часов. 39. Предположение, что все часы были не заведены, не выдерживало критики, так как достаточно было дотронуться до их маятников или стержней заводов, как они немедленно же начинали идти. 39. Мы подявились этой странной необъяснимой связи между часами и жизнью человека, и не могли не рассказать о ней псаломщику Исаакиевского собора, старику лет за семьдесят, который явился считать над покойником псалтырь. 39. Вас это удивляет? – спросил он. 40. Между тем, для меня ваш случай очень обыкновен и бывал на моих глазах нередко. 41. Почему это происходит, я не знаю, но сам был неоднократно свидетелем, что часы в доме со смертью хозяина иногда останавливаются без всякой видимой причины. 41. С тех пор прошло уже двадцать лет, но этот случай по-прежнему остается для нас неразгаданным. 41. Подлинность вышеизложенного свидетельствуем нашими подписями с приложением фамильной гербовой печати. 42. Письмо мисс Белль из Гольфстона в Англии. 42. В июне 1880 года я приехала в одно имение в качестве гювернанки. 43. В первый же день моего пребывания там, ложась спать, я услышала около себя странный шум, похожий на тиканье часов, которых, однако, в комнате не было. 44. Скоро я убедилась, что этот шум преследовал меня повсюду, прекращаясь только, когда я была не одна. 45. Я даже привыкла к этому странному явлению и перестала обращать на него внимание. 45. 12 июля со мной случилось нечто еще более странное. 45. Выходя из столовой, я увидела в дверях какую-то темную фигуру с распростертыми руками. 46. В испуге я зажмурил на секунду глаза. Когда же открыла их, видение уже исчезло. 46. Через два с половиной месяца, 23 сентября, я получил от родственников моих письмо с известием, что в тот день, когда явился мне призрак, утонул мой брат. 47. С тех пор, как я узнал эту печальную весть, тиканье невидимых часов совершенно прекратилось. 48. Из приложенного к этому письму удостоверения постороннего лица, находившегося на пароходе в момент несчастья с Ульямом Беллем, 49. Видно, что день и час, когда оно произошло, совпали с сведением мисс Белль. 49. Последнее прибавило к рассказанному ей еще следующее. 49. Не задолго до получения мной вести о кончине брата, число не помню, 50. Случилось еще нечто, о чем я не упомянула в первом моем письме, не думая, чтобы это обстоятельство имело отношение к постигшему меня горю. 51. Едва я легла спать, как вблизи меня раздался сильный треск, точно упало и разбилось в зребезге что-нибудь из посуды. 52. Я не решилась сейчас же встать и посмотреть, что разбилось. 53. На следующее же утро, к удивлению своему, убедилась, что все цело и на своих местах. 53. Три ночи подряд я слышал этот ужасный треск и ни разу не могла доискаться до его причины. 54. Я никогда не имела никаких видений до того дня, когда увидела фигуру, о которой вам писала. 55. Я тогда не успела рассмотреть ее и заметила только, что на ней было верхнее платье, похожее на то, в котором я при прощании видела брата. 55. Почти каждому, вероятно, приходилось слышать или читать о часах смерти, то есть таинственном шуме, похожем на тиканье часов, раздающемся иногда в жилых помещениях, чаще всего в тишине ночи, и будто бы предвещающем чью-либо смерть. 56. Несмотря на широкое распространение этого суеверия, образованные люди не находят нужным поближе его исследовать и до сих пор серьезно продолжают считать единственным его виновником одного жучка из породы хилофага. 56. Жучек этот гнездится в деревьях, преимущественно в дубах, и еще чаще в старой мебели. Он имеет обыкновение привлекать свою самку оригинальной музыкой. 56. Спрятав передние ножки и щупальцы, он ритмически ударяет о дерево головой и краем шейного щитка, производя шум, очень похожий на тиканье больших часов. 57. Очень возможно, что во многих случаях беспокойный этот жучек действительно давал повод для суеверных опасений. 58. Но имеем ли мы право заключить, что распространенное поверье о частях смерти возникло единственно благодаря этому насекомому? 58. Мне случилось однажды предложить это естественно научное объяснение 59. Одному крестьянину, слышавшему, по его словам, часы смерти, и он отвечал мне тем самым возражением, которого я ожидал, что и вне дома, когда поблизости не было ни мебели, ни строений, он продолжал слышать тот же шум. 59. Ведь не в старой же моей шапке сидел тот жучок, заметил он не без иронии. 60. Мистика и особенно спиритуализм издавна признают, что элементарная форма, в которой проявляется для нас трансцендентальный мир, это разного рода стуки. 61. Такое воззрение существовало и прежде у самых разнообразных народов, у индейцев, египтян, греков, римлян и других, продолжает существовать и в наше время. 62. Столь прочно укоренившиеся суеверия, в кавычках, гораздо легче осмеять, чем найти для него сколько-нибудь удовлетворительное объяснение. 63. Продолжение следует...